О событиях Великой Отечественной войны мы знаем многое. В школьные годы читали, изучали историю, ходили в музеи, неоднократно посещали священную цитадель – Брестскую крепость. Но как много нам известно о войне в Афганистане, которая длилась вдвое больше, чем отечественная? Что известно о людях, которые выполняли свой интернациональный долг? Чем отличается красноармеец в 43-м году, который подорвался на немецкой мине, под Сталинградом, от солдата советской армии, который потерял ногу под Кандагаром? Чем отличаются похоронки, которые получали в 41-м, от тех похоронок, которые приходили в течение 9 лет Афганской войны? Простые вопросы вызвали недоумение у молодых людей, и ответ на них был один. Солдаты Отечественной и Афганской войны выполняли свой воинский долг. Память об Афганской войне уже успела стать самородком, который одно поколение передает другому. Так случилось и в рамках открытого диалога. Кто он? Герой нашего времени. Где школьники и студенты областного центра смогли не только услышать, но и подискутировать с участниками тех страшных действий, которые были в Афганистане. Для молодых людей это возможность узнать больше о тех событиях, которые навсегда оставили глубокий след в истории белорусского народа и отдельных семей. Такие даты для Беларуси тоже очень важны, потому что, к сожалению, очень много погибших белорусов в Афганистане. Очень много людей участвовало. И, конечно, это затрагивает семьи и брещан, и в целом области, и республику. Поэтому, конечно же, мы должны молодежи это рассказать. И у нас есть уникальная возможность это говорить из первых уст. Мы пригласили ветеранов войны в Афганистане, председателя городской организации. И хочется сказать, что такие уроки мужества, такие диалоги, они важны и необходимы. Мы хорошо понимаем, что без наших молодых людей нет будущего нашей страны. Поэтому мы делаем все. Ну, в частности, все ветераны и Брестская городская организация, чтобы всегда встречаться, сверять часы, чтобы видеть лица тех людей и понимать. Мы зачастую можем говорить, но не часто слушаем друг друга. Но сейчас настало такое время, когда мы должны и говорить, и слушать, при том внимательно. Тяжелая тема войны в Афганистане никого не оставила равнодушным. Вопросы разного характера задавали воинам-интернационалистам. Было ли страшно на войне? Какой был паек военнослужащего? Насколько хорошо была налажена медицинская помощь? Эти и многие другие темы звучали во время открытого диалога. И на каждую из них ребята получили ответы. Узнали о войне в Афганистане в новом свете. Открыли неизвестные страницы. Сегодня многие говорят о ненужности той афганской войны. Но это ошибки не военных, а политиков. А солдаты и офицеры выполняли свой долг, защищая интересы своей страны. Историю не нужно перекраивать, из нее нужно извлекать уроки.